здравствуйте друзья вчера вечером я посмотрела фильм который носит название путешествие будет приятным и в этот осенний день мы приглашаем вас в наше путешествие которое я надеюсь будет интересным и вам понравится а приехали мы с вами в село пружин и подъехали к такому забору и к воротам где написано оландия и сейчас мы с вами зайдем и начнем наше путешествие это музей под открытым небом в котором стоят экспонаты которыми пользовались люди много лет назад экспонаты трогать руками нельзя утюг это утюг для меня не новость потому что моя бабушка пользовалась точно таким утюгом приспособления которые мы разглаживали когда-то вещи но это предшественник этому утюг ручная правильная машина я даже не постыжусь сказать что у меня дома есть две такие на сегодняшний день здесь висят экспонаты скажем так которыми люди пользовались и которые были нужны в сельском хозяйстве ручная пила которая пилили дрова на сегодняшний день тоже у многих сельских жителей есть такое и маслобойка ось экспонат молотарка кинца 19 столетия это молотарка уже начало 20 века побольше в своих размерах передвижная с большими тяжелыми железными колесами мы видим голландскую мельницу в которой 160 лет я даже понятия не имею как это все работало летящая баба яга на метле интересный экспонат детская игровая площадка и такой интересный экспонат из дерева клоун с открытым ртом оттуда детки прыгают кто дальше прыгнет и деревянный домик для кого-то а это печка в которой пекли хлеб пироги разные сладости деткам из тестов не зря во все века царит пословица хлеб всему голова с хлебом всегда встречаю и с хлебом провожу оландия расположена у кухонного озера красивый вид это одно из ста озер этого края а мы с вами продолжаем смотреть экспонаты вход в олимпию бесплатный и мы наслаждаемся прогулкой а как у Это плуги, уже железные, для пашки земли. А здесь тоже что-то интересное, тоже какая-то уже первая машина, все первые было из дерева, но уже всякие запчасти железные. Это железное колесо, до этих балков запрыгали либо коней, либо вала, и так по кругу они ходили и работала мельница, а это уже более современные. Приблизительно такое у нас дома было. Мы сюда ложили стебли кукурузы, крутили колесом и здесь оно рубило и высыпалось. Это для нас, для меня это не новость, такая штука. Ну а мы идем дальше. Такой красивый забор, а за забором у нас ходят курочки здесь живут. мы увидели здесь лошадок, это овца, но это он. Нельзя кормить животных, можно только давать морковку и яблочки. Но, к сожалению, ни то ни другое мы с собой не взяли. Вот бежит за угощением, а угостить у нас нечем тебя. И другая бежит, мои хорошие. Ослик пришел. И все хозяйство сбежалось к нам. А вот ценник, что покататься на лошадке для детей 25 злотых 15 минут и 45 злотых 30 минут. Таким большим автобусом люди приехали отдыхать на выходные. Это паркинг. А вот расположены стоят машины, много машин. И с другой стороны тоже есть паркинг и тоже много машин, так как здесь много отдыхающих сегодня. На территории Оландии есть два отеля для приезжих. Это один из них. Девушка с маслобойкой. И большой гриб, сплетенный из лозы. Это тоже отель. Построен в таком старинном стиле. Кузнечик-скрипач. А в этом здании проходит дегустация вин. О чем свидетельствует нам этот гномик, несущий свою такую нелегкую ношу. И с множеством бутылок. Они пустые. Но будем считать, что они наполнены разными винами. А рядышком столики. Но так как здесь нет солнышка, а на улице осень, здесь пусто, потому что холодно. Пусто, 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 пусто. Вот, в общем, мы увидим что столики, это очень заставляло для мельмии и так дальше. Осень эта крутилася, вода вылевалась, и оно крутилось. Вот висит плакат животных, которые живут здесь в польских лесах и многие из них нам хорошо известны на улице чудесные осенние дни осень нам дарит хорошую погоду но сегодня в этом своем путешествии мы таки замерзли и будем отправляться домой говорю вам до свидания до встречи в следующих наших видео пока пока а провожает нас такой деревянный мужчина и с бокалом в руке